Подумать только, 2017 год, год 100-летнего юбилея Великой Русской Революции, кажется, завтра начнется в качестве рабочего. Поздравляем дорогих россиян окончаниями праздников рождественских, новогодних. Вот, можно сказать, оно и началось. И вот, по новостям все уже слышали, все уже знают, да, что касается Нового года, наш нефтехимпром, как его сказать, решил поздравить рождеством и очередным выбросом соответствующего сероводорода со своего чудесного нефтепрерабатывающего химзаводика в Капутне. В связи с этим вопрос градоначальнику к уважаемому мэру Сергею Семеновичу Собянину. Сергей Семенович, скажите, пожалуйста, а вообще вот она Капутня, она входит в Москву, так сказать, в зону вашей ответственности. Имеет ли какое-либо отношение мэра во главе с мэром к сероводороду, который появляется в черте города и, между прочим, травит граждан? Так говоря, по-простому. И позвольте обратить внимание, может быть, это заинтересует. Представьте себе, что этот нефтезавод, ну вы сами понимаете, кому принадлежит наша нефтянка. Господа офицеры, молчать. Так вот, если его демонтировать, снести, замостить плиткой, сделать широкие тротуары, сделать зеленые газоны в гранитном бордюре, а кто хочет в гранитном поребрике, посадить там пальмы в катках, сейчас погода как раз благоприятствует пальмам в катках, ночью помрут, утром новые, осваивание средств. Вы знаете, сколько радости будет населению, если на месте этого завода будет замощенная гранитный полированный, даже полированный, сами кататься будем, площадка. Вот надо бы обратить внимание, я считаю, на эту инициативу. А то, что ж такое, воняет за даром, а где же прибыли городу, можно сказать, платит он налоги. Мы знаем, куда идут налоги. И так этот год начался. Вы знаете, ну поскольку все-таки сегодня еще воскресенье, можно сказать, что сегодня, да, кто-то похмелялся, кто-то как получалось, идет бурное обсуждение фильма «Викинг». Ну все-таки трудовой год еще не совсем начался. И даже высказывалась такая точка зрения, что там, так сказать, славяне, вот русские как раз в момент формирования народа какие-то грязные. Вот что я вам скажу. Все на свете относительно. Может быть, по сравнению с хрустальной вазой, недостаточно чистое. Но я тут вспомнил фильм, известный, под названием «Трудно быть богом». Не то, что писали Стругацкие, хотя они это изначально придумали, а то, что снял светлые памяти Алексей Герман. Вот это грязь так грязь. Я вам дам без малого три часа в этом фильме ни одного чистого квадратного сантиметра, ни одной улыбки, ни одного солнечного луча, ни одного проблеска, ничего. Это какой-то апофеоз и мерзости. Нет, мы понимаем, что именно так великий художник и задумал. Но три часа мерзости, может быть, это чересчур. Так что, доложу я вам, вот это вот эстетическое развитие антиэстетики, пардон за намеренный идиотский оборот, оно может довести, если не ограничивать, на некоторых, и на меня в том числе. Иногда производили впечатление определенной грязноцы фильмы известного художника Пазолини. Но Пазолини кончил, как известно, печально. Его на грязном пустыре любовник удавил пояском от плаща, баллони, синтетика, дешевка. Ну, в чем-то символический, безусловно, конец. Как бы он снял, как любовник удавливает старика. Любовника пояском от плаща на грязном загаженном пустыре. Вот все-таки, понимаете, парень наверху, он тоже имеет определенные эстетические взгляды. Но если взять хоть Пазолинивские вариации, я знаю, простите, Декамерона или 120 дней Содома и Гаморры, это же гений чистой красоты по сравнению с тем, что мы видим в ужасном Арканаре. Нет, ну это грязь явление отдельно. После этого ты понимаешь, что Владимирса товарищи были отлично совершенно мыты. Ну, может быть, гигиена была неполная. Ну, слушайте, ну не надо же. Кстати, о гигиене. Там же зубы у всех росли через одного. Это, знаете, нужно было редкостное здоровье, чтобы у человека, скажем, под 40 во рту были все зубы. Такие люди бывали. Вот, понимаете, вот Эмирлан умер, можно сказать, в 60, а в черепе все зубы, понимаете, были в соответствующих лунках. Но это большая редкость. Зубы у них, однако, ничего. Артисту без зубов нельзя. Но это все не важно. В связи с этим, если уж о фильмах, вы знаете, я внимательно смотрел 28 панфиловцев. Я, честно говоря, вот не нахожу в себе последние несколько лет мужества пойти в кинозал. Я считаю, что я этого не заслужил, потому что так ты можешь перевести дух, сделать себе перекур и прочее. А так ты уже попал и сидишь, и смотришь, и впечатляешься. Но, знаете, в компьютере, подключив, чаю налил, я не знаю, что-то вообще обрушивались на 28 панфиловцев, другие кричали, какая радость. Вы знаете, вот что я считаю главным достижением фильма «28 панфиловцев»? У нас всегда танки в фильме про войну изображались как? Брались «54-ки», на них напяливались огромные фанерные раскрашенные башни, на пушки 105-мм, на балдашники пристраивались, и вот это чудовище размером и формами, так примерно, «Станк-тигр» ехало и наводило ужас. А на самом деле, понимаете, танки немецкие, особенно в 41-м году, они в основном, по сравнению с этими макетами, они были маленькие и буквально полужестяненькие. И вот там совершенно натуральные тройки, понимаете, «Панцеркомфаген» уже по-нашему Т-3, очень похожи, вот эти люки, которые сбоку башни, вот этот верхний люк, который на две створки, так эффектно распахивается, из него кто-то вылезает. Ну, что касается противотанкового ружья, ну, не надо, ну, не надо этого буквализма, понимаете? Если у тройки лобовая броня была неусилена, ну, в принципе, с 50-100 метров, те там, Дегтярёвская, это с квадратным напалдашником, 14,5 мм, противотанковое ружьё, оно этот лобовик может взять, не говоря о бортии. Но! Находили потом танки, в которых было по два десятка дырок, потому что за броневое действие этой пули, калибром в 14,5 мм, тут 14,88 мм чистый, но это не важно, весом в 64 грамма чистый. Понимаете, её за броневое действие было, в общем, минимальное. Ежели она попадала в человека, то она, как правило, имела энергию достаточную, чтобы вытрясти из него дух. Убивала она. Если она не попадала в человека и не попадала в жизненно важный танковый узел, то в танке была дырка. На этом, понимаете, всё. Что касается бутылки с горючей смесью, все инструкции, смотрите, все плакаты. Бросать на жалюзи моторного отделения, туда наверх. Вниз затечёт, и тогда будет гореть. Всё остальное, оно стекает и вреда вообще не приносит. Очень трудно подбить танковый, понимаете? Это же страшно. Это в кино, это героизм. И на самом деле можно себе этот ужас только представить. Бог с ним, с этим количеством и прочее. Вы знаете, что меня и сейчас о кино и на самом деле? Сначала о на самом деле. В 1075 полку, которому принадлежала 4-я рота, в которой были и те панфиловцы, о которых это уже много десятилетняя легенда, понёс тяжёлые потери в эти дни. И после вот того боя, 16 ноября, в результате было, внимание, 400 человек погибло, 100 человек ранено и 600 человек без вести пропавших. Вот без вести пропавших это меня поразило, потому что, когда идёт наступление, и люди где-то остаются лежать, и пока там пойдут санитары, на всех вечно не хватает, пока, да потом похоронные команды, а у кого-то эти смертные, понимаете, медалёнчики, пенальчики эти у кого-то есть, а у кого-то нет, потому что не любили их солдаты носить, примета была плохая, ну не нравилась и прочее. Но здесь такой оборонительный, все на месте, что случилось? Случилось то, что, всё, что можно предположить, похоронки писать не успевали. На кого написали похоронки? Те убиты. А на кого не написали похоронки? Те, значит, без вести пропавшие. Цифра удивительная, что, понимаете, обычно соотношение убитых и раненых 1 к 3. На 400 убитых должно быть 1200 раненых, здесь 100 раненых. Вот кто бы из историков это бы, наконец, объяснил? Ну и, наконец, про кино. Понимаете, что нужно всегда иметь в виду, что, как правило, в гробу видали режиссёры по самым разным причинам. Солдатам на передовой по 35 лет в роте никогда, нигде, ни на одном фронте, в стрелковых ротах на передовой не бывало, никто не видел и быть не могло. Было им на круг по 19-20 лет. Потом, когда в конце войны уже 17 лет стали официально призывать, то есть ты читаешь мемуары, 30-летние – это уже старик и папаша, 40-летние – это древний обозник, их уже жалели, на что они уже годятся. А здесь такие матёрые, немолодые, понимаете, лица у них такие не бывают, так, пацаны 20-летние умирали, и ощущение было бы несколько иное. Но вот танки, танки, понимаете, всё-таки похожи на настоящие, и вот за это им всем спасибо. Вот что касается, понимаете, этого вот кино. Но год начался, кино-то бог с ним, с кино. Вы знаете, вот что не внушает, вот как-то берёт и не внушает. В этот год, столетие октября. Интересно, у кого-то есть повод выпить за революцией, у кого-то есть повод выпить, чтобы революции, не дай бог, не было. Вот два материала, два материала произвели на меня впечатление. Один из них – это интервью Каспарова, говорительного еще сайта обозревателя перед самым Новым годом. Да, кстати, вопрос, есть ли в России цензура? Ну, вы знаете, поскольку этот сайт на территории России заблокирован по решению, ну, кому кто надо, тот и решил. Да, разумеется, так, цензуры, когда берутся какие-то вещи, какая-то информация, и запрещается по разным причинам. При том, что эта информация государственные военные тайны не содержит. Да, разумеется, это акт вот как раз чистой цензуры, взять запретить. Но дело не в этом, а в том, что вот получается по Каспарову, что попытки Навального, что разрешат там президента, не разрешат, само намерение баллотироваться, оно только придает легитимности путинскому режиму, потому что смотрите, вот обозреватели. И разные люди, называется там ряд, очень пестрый ряд фамилий, то, что они что-то критикуют, они на самом деле увеличивают легитимацию, легитимность режима, потому что они критикуют, а что-то они поддерживают. То есть по этой логике борьба с режимом означает неприятие ничего и неучастие ни в чем. Знаете, неучастие ни в чем это означает. Вот у них там своя жизнь, а мы будем жить своей, не обращая на это никакого внимания. А что мы, собственно, будем делать? Вот не знаю, я совершенно не знаю. Мне представляется, что если точку зрения можно высказывать, и она не призывает ни к чему эдакому скверному, к чем усматривается скверно? Что иногда твоя точка зрения может совпадать с точкой зрения государственной власти. А если она действительно совпадает с точкой зрения государственной власти, тогда что? Если я действительно считаю, что приход Трампа, а не Хиллари Клинтон, президента Америки, есть большое благо, не думаю, что это благо для России, хотя я понятия иметь не могу, что за счеты у Рекса Теллерсона по части каких-то миллиардных счетов в офшорках, к чему имеет отношение российская нефтянка, понятия не имею. У меня нет никакой информации из экономического отдела Центрального разведывательного управления США, которое очень много знает, и даже больше может быть, чем кому не хотелось, не знаю. Но для Америки это будет гораздо лучше, для всего мира это будет гораздо лучше, а для России это может оказаться ничем не лучше Хиллари. Тут среди вопросов есть один, как вы думаете, если бы Хиллари пришла в президенты, это было бы лучше для России, а по-моему один черт, пишет задавший вопрос. По-моему приблизительно то же самое, по-моему тоже приблизительно один черт. Более того, мне представляется, что Хиллари человек продажный, и иметь дело с ней для власти, но с продажными людьми всегда легче иметь дело. Как говорил Фридрих II, с тех пор, как финикияне в древности изобрели денежные знаки, дипломатия народов, у пласти его простилась до предела. Любил иногда повторять, мелко хихикая. Так это ведь, ладно, Гарри Кимович гениальный, совершенно шахматист, прекрасный душевый человек, а если кто-то считает, что он не очень понимает в политике, намерения наилучшие, да. Но насчет понимания это вопрос совершенно отдельный. Что осень огорчила? Вот Людмила Алексеева, человеку безупречных моральных качеств, достойнейшей судьбы, вот она опубликовала эту статью, которая фактически до заявления круглого стола 12 декабря, тоже была перед самым Новым годом, где мы и что делать. И там есть одно место, которое, вы знаете, меня это место просто вот ошеломило. Где на этом пишется, что вот необходимо переформатировать сущности, существующие политические структуры, которые сейчас на демократическом фланге и дальше. Мы не имеем права предлагать готовые решения. Это дело самих партий и движений, пишет Алексеев. То есть это заявление вот это. Вот это конец. Вот это та самая политика непредрешенчества. Вот это то самое лето 17-го года, когда наше дело обеспечить выбор в учредительное собрание, а там уже сами решат. Сами не решили. Разогнали учредилку и повесили замок, и расстреляли рабочую демонстрацию, и на том кончилось учредительное собрание, которое открывал Чернов и старейший революционер, и так далее, и так далее. Если у тебя нет ясной, четкой, вменяемой, жесткой, категоричной, продуманной программы, что и как надо делать, то в таком случае всегда раньше или позже найдется другой, у которого будет эта программа. Тебе она может страшно не понравиться. Но он вскочит на броневик и огласит свои тезисы, которые потом назовут апрельские, и над ним будут смеяться все, начиная с собственной партии. Пройдет несколько месяцев и прибудут как родные, потому что свою линию гонет, а остальные говорят, мы не должны... Нет, это не предрешенчество, это я вам доложу совершеннейший конец всему. Человек должен знать, какой он хочет видеть страну конкретно, потому что точка зрения, а вот они соберутся, и мы все вместе решим... Ничего вы все вместе не решите. За вас решит кто-нибудь другой, кто не будет долго думать. Ну, понимать же надо, честное слово. Вопрос один. Слушайте, это не вопрос. Это просто чистое наказание. Это вот... Как понимать этот вопрос? Что? ВВП Российской Федерации, это вообще не вопрос. В 2014 году было на душу населения, понимаете ли, 13,8 тысяч долларов, а в 2016 стал 7,7 тысяч долларов. То есть сократился за три года почти в два раза по 1,8. Это какая-то отвратительная цифра, людям не надо пост настроения. А тут, понимаете, больше половины населения тратят на еду больше половины своего заработка. И думаю, на самом деле еще хуже. Это признак бедных стран. Ну, а какие же у процветающих, лопающих жира столь? И дальше идет этот самый ВВП. В тысячах долларов на человека в год. США 57 тысяч долларов на человека в год. Германия 41 тысяча. Италия 30 тысяч. Эстония 18 тысяч. Мексика 8,4 тысяч. Россия 7,7 тысяч. То есть положение тяжкое, положение критическое. И главное содержание прошедшего года, он уже годом раньше прошел, простите, ради бог, как время летит, это не празднование годовщины Великой Победы, а то, что ВВП уменьшился, вот, понимаете, в таких вот объемах и масштабах, вот это вот главное событие. С этим надо что-то делать, иначе у нас делается само. Простите. Это просто голову начинает пришить. И с этим связано, очень интересно. Вот это то, с чем у нас лучше. Вот, вы понимаете, сколько полицейских имеется на 100 тысяч человек. Вот на 100 тысяч человек населения имеется полицейских. В Китае 120 человек, а в Америке, в США, уже 256, а в Англии 307, а во Франции, то есть в Израиле 340, а во Франции 356. А на Украине, между прочим, 397 полицейских на 100 тысяч населения, а в Италии общие 417. В России 564. 564 сотрудника полиции на 100 тысяч населения. Росгвардия и прочее не включается. При этом по безопасности граждан, наши враги из международных продажных организаций, ставят человека в России на 175 место. Вопрос, зачем полиция? Простите, пожалуйста. То есть просто нет сил это все произносить. Вот, ну, понимаете, каждый раз, когда я переезжаю по проспекту Мира Крестовский мост, я вижу, как едешь из области в центр, справа островок, на нем практически всегда, ну, 90% всех дней в году стоит пикет, наряд, патруль, ДПС, ЕБДД, как они называются. Им там ловить абсолютно нечего, кроме одного. Кто-то срежет стрелку, и они возьмут с него штраф. 300 метров дальше, выезд Трифоновской улицы, вечно пробка в час пик, никогда его там нету. Потому что кроме глотания выхлопных газов, он там не заработает ничего, кроме силикоза шахтерского, вы понимаете. Но есть много таких мест, где они стоят ни в одной стране мира. И близко ничего подобного. Так что вот, конечно, конечно, есть пока определенные трудности. Слушайте, в связи с этим вопрос, который просто приклеен рядом, это уже, так очень бы другое. Подписан хаст. Но хаст, так хаст. Вот когда вышла первая ваша книга, где, каким тиражом, и как мне, начинающему писателю, добиться тиражирования и выпуска в массы своей книги? Уважаемый хаст, если интересует моя биография, то в Википедии все это есть. Открыть Википедию страшно просто. Там написано про книгу, про когда, про тираж, про то, про все. Это передача для того, чтобы я делал рекламу своим книжкам. Как вам добиться тиражирования выпуска? Добиваться надо, чтобы книга была предельно хорошая. Вот предельно. Вот чтобы расшибся в лепешку. Вот чтобы как яйцо об дверь. И сделал максимум того, чего ты можешь, и даже еще чуть-чуть лучше. А после этого, в наши-то времена, электронных средств, массовая информация, отсутствие цензуры, да загоняешь ее по электронке во все издательства, да печатаешь за свой счет сто экземпляров и суешь всем в руки. Все. Это вообще не вопрос. Это, простите, просто вот сбоку подвернулось. У нас остается всего две минуты до перерыва. Из интересных иностранных новостей. Потому что без политкорректности мы ни на шаг такое время наступило. Несколько дней назад, 5-го, по-моему, числа, в Чикаго, вот наконец-то афроамериканцы чувствуют себя людьми, а не какими-то угнетенными. Четыре молодых человека, афроамериканцы, два юноши чернокожих и две девушки чернокожих, решили порезвиться с одним слабоумным юношей, заметьте, белокожим. Заметьте, один из чернокожих юношей с ним учился в одном классе. Они оба умственно отсталые или нет, это сказать трудно. Тот действительно будет какой-то бедно отсталый. Они бы не воздевались сутки. Они бы заставляли хлебать воду из унитаза, они его били, они вопили применить соответствующий глагол, переведить с английского на русский, что они его, что они всех белых, что они президента Трампа и так далее, и так далее. В результате они решили немножко снять с него скальп. Вопрос. Если бы что-либо подобное, что-либо подобное в страшном сне, четыре таких же отморозка с кожей белого цвета сделали бы со слабоумным афроамериканцем, вы представляете себе погромы, которые прошли бы по всей стране? Вы представляете себе количество разгромленных витрин, магазинов, полицейских с проломленными черепами, чего там еще? А здесь все тихо. Принято решение о том, чтобы их арестовать и, может быть, судить. То есть, ну, судить, это классическое преступление ненависти. Это называется достукались, за что боролись, на то напоролись. В таких случаях сейчас совершенно, вы понимаете, достаточное количество и... Но, может быть, нужно кончать эти российские игры и говорить, что закон для всех один и мораль для всех одна. А то, как этот парень, который стоял с плакатом «Все жизни важны», то есть, в смысле, не только «Черные жизни важны», он стоял в белых районах. Все было ничего. Он стоял в черных районах. Его начинали бить в течение нескольких минут. Подходил какой-нибудь задорный черный парень и норовил дать ему по морде, и он убегал. Так, простите, ради бога, у нас перерыв на новости. Программа «Подумать только» с Михаилом Велером. Итак, как слышал те, кто слушал новости совсем недавно, буквально несколько часов назад, вроде бы, в Иерусалиме араб израильского гражданства, проживающий в Иерусалиме, в Восточном, загнал машину на толпу народа. Есть информация, что это выходили они из автобуса. Есть информация, что это были военнослужащие. при исполнении обязанностей. Есть информация, что погибшие – это три девушки и один молодой человек. В связи с этим, конечно, не может в очередной раз не озадачить, как сказать, что Хамас их избала, организации, не признанные террористическими в России, пользуются самым дружеским расположением и помощью материальной и военной Российской Федерации. Потому что, если террорист – твой друг, то другом он может перестать быть в одночасье. Вспомните историю с самолетом на Турции. А вот террористом он останется. И вообще организации, которые совершенно официально включают в свои программы список возможных для себя рекомендуемых действий, террористические акты, никак не могут быть в каких-то отношениях с какими-то вменяемыми странами, государствами и прочее, прочее. Я понимаю, что они не совершают терактов на территории России, что явилось аргументом. По-моему, Лавров сказал, я могу ошибаться, но кто-то сказал из наших официальных лиц на высшем уровне МИДа, что они же не совершали никаких терактов под Российской Федерацией, и поэтому мы не считаем их террористами. Это очень мило, да? Но лучше не надо. Я понимаю, что, возможно, не точки зрения. В связи с этим, что нужно упомянуть, представляется мне. То, что ожидания мировой войны на Западе до неожиданного высоки, понимаете? Чуть не 60% американцев, англичан, французов считают, что да, Третья мировая война вполне возможна. Основная угроза, кстати, происходит и от России. Не от Ирана, заметьте, а от России. Но это нужно было поработать на такой репутации. Все это совершенно представляется ужасно. Тем более, что столько раз высказано таким количеством людей, что Третья мировая война идет, но она носит, как модно говорить, последние три года, гибридный характер. То есть помощь Ижа с носорогом. И так вот, и в связи с этим, 27 сентября прошедшего, 16-го года, в Европарламенте произнес программную речь человек, которого зовут Джонатан Сакс, который член палаты лорда Великобритании и заодно бывший главный раввин Великобритании же. Речь была совершенно понятна об еврейском вопросе, а точнее современном антисемитизме на Западе, в Европе, где основные моменты только упомяну. Если в Средневековье антисемитизм носил характер религиозный, то есть гонениям подвергались люди за свою религию, крестился, ну да, но уже твои дети вообще не имеют к этому отношения. В 20-м веке это приняло характер биологический, то есть уже неважно, ты можешь креститься во что угодно, но по факту расы, по факту крови, по части национальной принадлежности. То в 21-м веке это приняло характер антисемитизма, то есть отказа в существовании государству Израиля. То есть можно говорить, что нет, все прекрасно, но поскольку Израиль это сейчас на самом деле нацисты, а палестинцы это подвергаемые преследованию несчастные, то фактически Израиль это нацисты, а палестинцы это те самые вот как будто евреи во время Второй мировой войны, хотя на самом деле все оно, понимаете, чуть-чуть наоборот. Что здесь можно упомянуть? Здесь можно упомянуть, что Израиль единственная демократическая страна с нормальным парламентом, с многопартийной системой, с разными точками зрения, с тем, что те же арабы израильские имеют абсолютно все права, плюс к ним еще кое-что, привет от застреленного водителя автобуса, который размазал четверых, и там бы подавлено еще 15 человек. Так вот, этот Израиль занимает четверть процента, 0,25 сотых, одного процента территории Ближнего Востока. Мусульманских стран в тех краях и окрестностях существует 56, еврейская существует одна. Тем не менее, ей тоже норовят отказать в праве существование, что черным по белому во всех программах, понимаете, как трудно вести переговоры с палестинцами, когда их цель это, чтобы Израиля не было вообще, вот откровенно, всех евреев вырезать, Израиль уничтожить, присядьте за стол переговоров. Сначала отдайте все территории, без этих условий, а потом присядьте за стол переговоров. Почему это все не кончится добру? Потому что, если посмотреть на то, что происходит сегодня в Европе, а частично уже и в Америке, то, понимаете ли, сегодня сдача Израиля, та самая резолюция ООН, что строится поселение на оккупированных территориях, говорю, взгляните на карту на эти территории, на все остальное, это очень напоминает Мюнхен, это напоминает попытку откупиться от большого агрессивного угрожающего тебе в принципе движения некими подачками, ну пускай им это схавает и может быть успокоится и дальше мы как-то будем сосуществовать. Точно этими мотивами руководствовался Чемберлин де Ладье компания, когда они в Мюнхене сдавали Силезию Третьему рейху, ну вопрос там этнический, исторический и прочих признадлежностей мы оставляем в стороне, потому что менее всего это правительство Англии и Франции интересовало. Интересовало их нате возьмите свой кусок только давайте дальше жить тихо. Сейчас точно то же самое. В чем-то аналогично ведь заметьте сделали американцы что было гораздо хуже и чем ошибка и чем преступлением и чем все что угодно то что американцы сделали с Югославии с Югославией с Сербией точнее говоря. Теперь в результате они что имеют любовь со стороны мусульман которым они помогли организовать еще одно как бы государственное образование ничего подобного они имеют рассадник терроризма наркоторговли торговли женщинами и вообще всего хорошего албанцы благополучно бегут в качестве беженцев в Европу говорят что у нас там очень плохо вот это точно то же самое происходит это дурной знак потому что как говорит тот же Джонатан Сакс перефразирую известное что сначала придут за евреями потом за гомосексуалистами потом за атеистами потом за христианами а потом от христианской Европы не останется ничего кроме прекрасного воспоминания и истории которую победители перепишут на свой лад что с евреем все только начинается продолжается потом знаете ли весьма трагическим образом вот вот в двух словах об этом вот наезде кстати хочется покончить с иностранными новостями да хочется покончить со всеми новостями жить спокойно безумная совершенно новость типа Соединенные Штаты и Южная Корея готовят диверсионную группу готовят диверсию убить дорогого товарища Ким Чен Ина мне вот эта готовность Америки и Южной Кореи убить дорогого товарища Ким Чен Ина напоминает конечно фейк это это все знаете даже не похоже на правду потому что если ты хочешь кого-то убить зачем же орать об этом на весь Лондон как в том анекдоте кроме того если об этом заорут то мгновенно откормят нескольких человек с целью сделать их похожими на дорогого товарища Ким Чен Ина ничего для них иду найдут откормят будут их выставлять во все места а товарищ законопатится так что тебе сначала придется перестрелять пол Кореи чтобы до него добраться и то потом окажется что ты добрался не до того но очень интересная мысль очень интересная очень интересная вот что нам пишут по разным поводам знаете письма есть бесконечно интересная и подписи вот Ингвард 60 нет Игорь из Киева большое спасибо за вопрос в какой степени по вашему мнению то что описал Маркиз де Кюстин его звали не остольф только в книге Россия в 1939 году соответствовала действительности вы знаете я думаю практически все что написал де Кюстин это правда другое дело это не вся правда и кроме того то что он видел он объяснял на мой взгляд не всегда верно знаете эти путешественники как правило не имеют времени вникнуть в суть вещей не имеют времени вникнуть в душу народа и в механику государственного устройства это не так просто как кажется понимаете дух народный ты по газетам никогда не изучишь и в путешествии никогда не усечешь он бы прожил бы там несколько лет заговорил бы по-русски поработал бы тем всем помотался бы туда-сюда ну тогда бы может быть что-то начал бы понимать а так это просто очень интересные картинки поскольку в России это была у нас и в общем и целом цензура а здесь вот такая непоцензурная книга до сих пор понимаете больше полтора ста лет прошло а ее все еще продолжают читать еще одна есть книжка интересная но менее известная ну не такого широкого охвата это еще во времена Алексея Михайловича то есть чуть не за сто лет до Декюстина в Москве был Ян Стрейс голландский парусных дел мастер и остались его воспоминания один из очень ценных историков все историки знают насквозь эти мемуары середины 18 века царствования Алексея Михайловича это вот он тоже вспоминал интересные вещи вот это он вспоминает у него не было у Яна Стрейса никаких оснований плохо относиться к России к русским он приехал он был ценный специалист его хорошо оплачивали и он был принят на царском уровне понимаете ну никаких оснований относиться плохо не было ему ничего не недоплатили ни в чем не обманули ничем не обидели но когда он пишет что напиваются так ужасно все допьяно ну это считается ну клевета конечно клевета народ скотина голландская морда но посмотреть как сейчас разворачивается вся эта история с фунфыриками с пузырьками теперь представьте себе вот ну представьте вообразите перенеситесь перевоплотитесь по системе Станиславского чтобы биография у актера была на лице бич нашего времени то что кричал Немирович Данченко актеру биографии на лице не вижу вот смотришь кино а на лице никакой биографии вот ну так вот представьте себе эту биографию что вы живете в другой стране и вы читаете как в России в массовом порядке умирают в год до 10 тысяч и не только выпили не того от разнообразных форм упоя до 40 тысяч человек в год и пьют все стеклоочистители тормозные жидкости все эти целебные капли на спирту и так далее и пьют и травятся и пьют дальше господа но ведь это же туземная черта ведь это же страшно ведь это же ужасно ведь это же позорно вы знаете провались они все эти прибыли бюджета которые все равно разборовывают выпускайте уж дешевую водку ну нельзя же вы понимаете это же какой-то ужас это же позорище кроме того что это происходит вымирание населения ну нельзя же так вы понимаете вот кстати так вот о Яне Стрессе который еще тогда писал ну пьют вы понимаете и вот он пишет что Яне Стресс пишет что царь дабы показать как его слушают хорошо повелел Байорину подняться на колокольне и оттуда прыгнуть ну Байорин изменился знаете ли в лице и как-то сказал то-се батюшка семья на что ему сказали не волнуйся с семьей все будет в порядке государь позаботится детей пристроит и так далее поднялся и прыгнул государь был очень доволен и поглядывал иностранцы с гордостью вот вам вы понимаете вы говорите Владимир Владимир Рагнеда там пятки о чем вы говорите что что-то такое есть понимаете зачем нужно еще знать пороки своей истории ну для того чтобы как-то исправлять свое настоящее и делать себе лучшее будущее потому что есть два варианта ты заявляешь что никакой пропасти нет идешь мелкими шагами и безусловно рассыпаешься вниз второй вариант ты говоришь пропасть ну вообще дофигища глубина и камни внизу пока мост не построим нифиг идти а где брать лес для моста ну искать надо и в конце концов строите мост вот подходит только ведь второй вы понимаете вариант так вот очень интересный вопрос от Данила из Петербурга наконец я на него отвечу вопрос что же есть настоящая культура и образованность не их маркер с правильной орфоэпией и может быть даже с интонацией а может культурный человек тот кто следует моде общественных устоев если нас сегодня позвонит а завтра позвонит то культурнее произносить вот последний то есть современный вариант или там в Строгине приглашают на работу где без культуры а как же день Бородина или история села Горюхина и так далее вы знаете что касается культуры и образованности это очевидно владеть предметом в достаточной степени чтобы сохранять способность самостоятельно думать и самостоятельно оценивать чтобы понимать что любая норма норма произношения норма поведения норма эстетических воззрений она в сущности относительна и ты можешь выдвигать хоть какие-то собственные аргументы тогда получается что культурный человек неизбежно умный человек не очень ли многого я хочу наверное многого но желательно потому что следование общему канону несмотря как понимать слово культура конечно 430 понимаете или формулировок что такое культура это дело такое это вот культура это представлять что к чему вот по-простому понимаете вот вам пример ну из вопиющих вот люди которые полагают что Борис Пастернак был великий поэт безусловно люди культурные среди людей которые так говорят уверяю вас больше половины его не понимают и даже не читают но они твердо знают что говорить нужно позвонить а не позвонит и поэтому Пастернак был гениальный поэт есть люди которым Пастернак не нравится они делятся на две половины одним из них вообще ничего кроме наша Таня громко плачет уронила в речку мяч вообще никакие стихи не нравятся ну может быть еще дворовый шансон а вторые имеют свой собственный вкус ну им нравится другое понимаете ну это бывает вот Пушкин не нравится а Лермонтов нравится или наоборот все бывает так вот когда говорят что доктор Живаго роман доктора Живаго это конечно проза поэта это такая тончайшая фигура лыжи вернее ловкости потому что кто-нибудь сказал о пушкинском станционном смотрителе что это проза поэта а Александр Сергеевич Пушкин был поэт как вы знаете довольно известный а станционный смотритель это просто гениальная проза вот поэт а не поэт это проза или что герой нашего времени Лермонтова это проза поэта а Лермонтов был поэт однако с большой буквы а проза совершенно гениальная и вот когда говорят доктор Живаго это проза поэта это означает в переводе с русского на русский проза конечно так себе но ведь он был поэт и смотрел на все глазами поэта вот вот можно ли так говорить но вы знаете ежели вы до чего-то доросли и говорите что-то сознательное свои слова отвечаете я думаю что можно замечательные общие вопросы алекс алекс кошек кошек если нравственный прогресс человечества смотря что под ним считать если говорить о смягчении нравов то безусловно есть потому что людей однако убивают меньше и наказание несравненно более гуманны и отношения между людьми несравненно более гуманны вам пример то есть привет от князя владимира вот сравните нравы той эпохи и этой эпохи прошла тысячи лет недовольны мы жизнью своей офигенно сунули бы нас туда то ты бы мы взвыли и запросились обратно ну кроме отдельных лихих конечно рубак которые бы там сумели неплохо устроиться так что прогресс нравов конечно есть а вот что касается доблести то есть стоять за правду беречь честь и тому подобное нет вы знаете здесь со времен древних греков я думаю ничего не изменилось так про герои нашего времени мы сегодня уже упомянули вот вот обсуждает высказывание Говорухин уже давно книжных переводах если посмотреть на переводы в кинематографе вовсе сдуреть можно как вы считаете вы знаете мои любимые переводы книжные оба из дюдиков боевиков хотя высокого класса один из них из Фредерика Форсайта там вышел года два назад что-то такое про кобру читать невозможно Фредерик Форсайд это человек который написал День Шакала он великий мастер этого жанра человек который написал Псы войны читаешь невозможно оторваться вот там такой-то владел французским языком и вертолетом все от винта а в одном переводе Маклина с палубы крейсера взлетел истребитель вооруженной катапультой то есть переводила дама ей неведомо что значит легкомоторные самолеты с палуб кораблей и авианосцев запускались при помощи катапультой не древней римской а специальным образом сделанной она решилась что поскольку катапульта это оружие согласно словарю и слово там снабженный может перевести на вооруженный очевидный истребитель был вооружен катапультой так что современные переводы конечно да советская школа перевода она давно ушла школа советского перевода с английского французского была несравненная еще один литературный вопрос просто подряд вот да этот наш Моисей Соломонович из Питера что значит Ардов ну к Ардову всякие слова уничижительные которые мы читать не будем в газете метро наехал на Чернышевскую заявил что делать не имеет художественных достоинств вот а как же вот каковы художественные достоинства должны быть чтобы ставить в школьную программу и назовите пожалуйста произведение из советской школьной программы с наивысшей и самой ничтожной худоценностью сокращение худоценность мне очень нравится вы знаете в общем то все что шло из русской классики в школьной программе имело довольно высокую худоценность прямо скажем хотя входило не все что касается однако не будем заниматься что из хорошей плохой литературе это отдельный сложный вопрос то и минут не хватит что касается что делать с точки зрения поэтики с точки зрения блеска стиля игры слова словосочетаний значимости многозначности слова во фразе в абзаце на пространстве страницы да невеликое художественное произведение что делать это относится к ряду знаете ли мировых бестселлеров которые живут вопреки тому что в них не проглядывается худоценность они живут с точки зрения основной мысли а мысль эта в России того времени имела ценность огромную вот здесь это произведение совершенно стоящее простите что я этот пример привожу не в первый раз поэтические достоинства архипелага ГУЛАГ на мой взгляд близки к нулю то есть нет ну это написано разумеется не графоматом разумеется и же солженицем цену слогу знал и в русском языке и русской литературе понимал что-то может нравиться что-то нет но однако тем не менее если бы этим слогом был написан не архипелаг ГУЛАГ а нечто эдакое вот такой роман вот такой билетристика это было бы по большому счету нафиг ничего не нужно но тема материал вытягивает это на такую высоту что литература это остается то есть поэтическая составляющая до крайности важна в литературном произведении но это еще не все вот и к Чернишевскому понимаете ли это относится о боже это верю на закуску как вы считаете есть мнение что все одаренные люди в какой-то степени сумасшедшие если да то в чем проявляется оно у вас это уже интересно что касается одаренных сумасшедших марат 112 уважаемый марат 112 113 114 и 115 прочитайте пожалуйста книгу Чезаре Лумброзо которая когда-то была мировой суперклассикой называется она гений и сумасшествие иной вариант перевода гений и безумие там об этом сказано хотя сейчас от этой точки зрения в основном уже отказались дело в том что если Шопенгауэр говорил что гений это постоянная сосредоточность на одном предмете то еще одно гений это способность к очень высокому перерасторможению определенных участков головной коры головного мозга то есть очень высоким возбуждением определенных зон мозга вот эти очень высокие возбуждения перекидываясь на все остальное могут делать людей очень вспыльчивыми очень раздражительными очень впечатлительными и тому подобное так вот о гениальности не мне судить но что касается раздражительности и вспыльчивостью борюсь но борюсь до и после но понимаете ли не вместо так что сейчас у нас конец куплета всего вам самого доброго до свидания